здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из москвы российский политолог ведущий научный сотрудник института международных исследований гиммо сергей маркедонов здравствуйте сергей здравствуйте на днях в москве прошла встреча руководителей трех стран президента россии владимира путина президента азербайджана ильхама алиева и премьер-министра армении никола пашиняна она она не не как было достаточно неожиданной то есть ее анонсировали буквально несколько дней назад поэтому все ждали от нее каких-то прорывных заявлений на ваш взгляд ожидания состоялись и вообще какое впечатление на вас произвела эта встреча вы знаете я 25 лет занимаюсь проблематикой нагорно-карабахского канала того количество прорывов которые уже объявлялись но тем не менее конфликт в окончательном виде и сегодня не завершён мне кажется то что встреча прошла вот буквально по горячим следам новогодних праздников в этом есть своя символика тот конфликт который резко был обострен в конце прошлого года несмотря на изменение значительное статус-кво все-таки остается не до конца разрешенным и собственно эта встреча и зафиксировала давайте попробуем разобрать основные элементы что наиболее важное первая как мне кажется наиболее важная вещь это то что состоялась первая встреча пашиняна и алиева после второй карабахской войны вот так чтобы они лично не 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 вдвоем тет-а-тет да но вместе присутствовали бы на каком-то форме и так сказать слушали общую повестку дня это важно следующий момент это то что россия утверждает гораздо сильнее мощнее если угодно свое лидерство в урегулировании конфликта россия часть минская группа у бс и формально минская группа не распущена она существует более того я бы здесь заметил вот такой момент в канун этой встречи состоялись переговоры владимира путина и эмануэля макрона президента франции одного из сопредседателя минской группы это говорит о том что москва готова работать западными странами по этому вопросу почему с макроном почему не с американцами но американцам в свете последних событий думаю сейчас очень сильно не до карабаха по этой позиции мы еще вернемся чуть позже если позволите а пока зафиксируем что президент россии рассматривает свою миссию миссию российской федерации в урегулировании не как нечто противостоящие западу а как самостоятельное направление но не противостоящие да то есть вместе они вместо и это момент важный здесь москва пытается вот эту инициативу которая была взята в ноябре как-то развить следующий очень важный момент эта встреча анонсировалась и освещалась как встреча нацеленная на реализацию ноябрьских договоренностей с легкой журналистской руки вот такой знаете конвеншал выездом то что называется журналистов соглашение от 10 ноября называют уже соглашением документом полноценным но вот чуть ли не каким-то мирным договором это далеко не так это совместное заявление если правильно атрибутировать этот источник она о прекращении а конспекта и первых мерах которые должны это обеспечить но ведь дальше должно быть разрешение это очень важно и москва пытается вот эту роль взять на себя но играть не вместо а вместе с другими игроками но при этом имея определенное лидерство и что важно и встреча 11 ноября это зафиксировала и армения и азербайджан готовы эту роль москвы поддерживать здесь нет такого что баку допустим поддерживала будет роль москвы и реван нет или наоборот еще очень важный момент который по итогам очевиден это то насколько все-таки разные позиции на ли его и пашиняна и вообще бросается в глаза знаете таким вот невооруженным взглядом видно насколько разный психологический настрой то есть такой победоносный настрой хамалиева который говорил о том что конфликт в прошлом он об этом говорил не раз и до 11 января но сейчас вот эта мысль довольно четко было артикулировано есть давайте друзья думать о будущем об обустройстве карабаха возвращение беженствах инфраструктурных проектах и так далее мы должны идти глядя в будущее и никол пашинян который добрался не без приключений в москву до сопровождалась его поездка различными слухами активисты пытались не пустить его в москву поедет не поедет много было на эту тему спекуляций и в своем заявлении для прессы по итогам уже переговоров он сказал что остаются неразрешенными проблема военнопленных проблема статуса карабаха что это ереван не в достаточной степени удовлетворяет то есть мы видим что позиции сторон все-таки остаются разными не воюет это уже хорошо миротворческая миссия работает и в общем за исключением незначительных инцидентов каких-то серьезных обострений нет обе стороны приветствуют но при этом обе наверное возлагают на москву разные надежды и по-разному видят эту ситуацию вот наверное базовые итоги встречи которая состоялась вчера 11 января вы отметили разные позиции в которых находятся во всяком случае на фоне этой встречи руководители азербайджана и армении действительно руководитель президент азербайджана говорил в основном о экономическом развитии будущих в территории будущей территории прокладки дорог открытие дороги в нахичевань в то же время не забывал про армению говорил о том что это будет открытие дороги армении в россию в иран и так далее никола пашинян говорил о том действительно выглядел явно не удовлетворенным на ваш взгляд вот это вот слабость никола пашиняна которая была видна собственно грани вооруженным взглядом приведет к тому что он вообще как бы исчезнет с политической карты потому что в отличие от алиева ему не с чем возвращаться в иран после этой встречи ну я думаю что больших ожиданий наверное не было и до его поездки были наоборот опасения то есть пашинян стал неким символом уступок необъяснимых с точки зрения армянского скажем массового сознания компромиссов точнее это даже не компромисса уступки на компромиссу и предполагает какие-то взаимные шаги на встречу с точки зрения вот армянского такого массового сознания это уступки боятся что они будут сделаны еще понимаете в чем дело ведь помимо собственно карабахской проблемы уже сейчас стучится следующая проблема ситуация в карабахе она изменила пограничную конфигурацию весьма серьезно и встает вопрос демаркации делимитации границы которая с времен советских не проводилась в советское время когда это было единое государство в общем кому там принадлежит тот или иной квадратный метр анклав той или иной территории это было неважно сейчас это важно и важно принципиально я не стал бы политически хоронить никола пашиняна так вот быстро что делают многие пытаются так сбрасывать со счетов эту фигуру ну во первых оппозиция все-таки достаточно разнородной и и в общем-то кроме неприязни к пашиняну мало что объединяет и второй момент ну окей хорошо вот нашли фигуру вазгена манукяна такого политического тяжеловеса героя 90-х годов борьбы за самостоятельность армении и самоопределение карабаха но ведь даже манукян говорит о том что ноябрьские соглашения вот то совместное заявление которое подписывала пашинян они не готовы пересматривать говорится что оно не вполне удовлетворительное сырое да как говорил манукян но а какие альтернативы альтернатив по большому счету не так много более того любой следующий руководитель гипотетически да с уходом пашиняна столкнется с той же самой задачей как делимитация демаркации границы то есть сейчас я не думаю что тот претендент который возьмет наследие никола ваевича это будет счастливый человек который вот так сказать приобретает богатое наследство скорее уж то что называется если такой вот я не знаю бальзаковско-мапасановской фразеологии здесь говорит скорее долги и дядюшки да чем его наследство и это говорит о том что какие-то определенные шансы удержаться у него есть но конечно общественное недовольство и весьма сильно и вот такого скажем резкого изменения статуса политика я не помню давно на кавказе то точно когда весьма популярный лидер вдруг становится чуть ли не синонимом изменника это вот происходит довольно быстро и мы это не имеем возможность наблюдать еще один если позволите момент я хотел бы на нем остановиться вот сейчас принято тоже это такая вот конвенциональная мудрость говорить о том что да вот россия взяла лидерство амбиции турции заявленные амбиции рано заявленные и запад он дескать вытеснен на обочину он как-то вот так сказать не играет роли я не стал бы спешить тоже так сказать сбрасывать со счетов американцев сейчас они пройдут вот этот свой пост выборный синдром безусловно внутренних проблем будет масса и так далее но американцы внимательно следят за ситуацией и тот факт что несмотря на все внутренние пертурбации достаточно серьезные конгресс обратился к директору национальной разведки подготовить обстоятельный доклад о карабахе о многом говорит это то что называется by partisan decision то есть это и демократы и республиканцы в этом плане едины и я думаю что если только какие-то проблемы на горизонте обозначится будь то россия турция турция иран россия а россия азербайджан россия армения мы еще у американцев услышим поэтому если желать что-то нашей позиции нашей стране в этом смысле аккуратно балансировать и провалов не допускать потому что конечно этим будут пользоваться те кто наблюдает далеко кстати не созерцательно ну я с вами соглашусь тем более что была была высказывалась такая версия о том что москва путин торопились организации этой встречи именно используя вот период такого безвременья в вашингтоне ну я не думаю что это единственная причина безусловно одна и безусловно и помимо этого москве важно было вот не упустить темп потому что если просто довольствоваться тем что было уже достигнуто и почивать на лаврах но неизбежны какие-то другие новые инициативы и попытки тебя вытеснить куда-то на обочину это в общем то озвученные вещи сергей я хочу вернуться к вашим словам о том о предстоящих проблемах связанных с демаркацией границы и ее разметкой пашинян действительно по итогам встречи когда они вышли все втроем сказал что выглядел удовлетворенным и назвал две главные проблемы которые вы уже упомянули это нерешенный вопрос об обмене военнопленными и второе отсутствие понятия суверенитета нагорного карабаха с военнопленными все таки как так или иначе проблема наверное решится а вот со статусом мы опять заходим вернее не мы а ситуация заходит в тупик потому что азербайджан сказал что никакого статуса отдельного не будет это азербайджанская земля и точка армения говорит нужно утвердить статус нагорного карабаха но вы тогда возникает вопрос а что такое сегодня нагорный карабах как самостоятельная единица она существует или существует только город степанакерт и что это и как и каким будет город и чей это будет город когда начнется вот та самая демаркация границ о которых вы говорили спасибо большое это действительно очень хороший вопрос есть ощущение какой-то наверное двойной реальности да потому что безусловно ситуация такова что азербайджан существенно поправил свои дела с точки зрения возвращения территории но если говорить о самом конфликте то я может быть повторю свой тезис который уже звучал там в каких-то моих публикациях выступлениях но в данном случае это повторение полезно сам карабахский конфликт имел две корзины одна корзина была связана с оккупацией территории за рамками бывший набор на карабахской автономной области но 2 эта корзина касалась статуса собственно именно статус и споры о нем стали триггером спусковым крючком до вот самого конфликта еще в 1988 году и эти проблемы на переговорном процессе обсуждались но обсуждались тех условиях когда у армении были преимущества когда армения рассматривала ситуацию с позиции победителя ну хотя бы временного но победителя бенефициара прежнего статус-кво прежний статус-кво разрушен и вот так корзина которая была с деоккупацией связана она разрешена еще и с прибытком если так сказать да потому что помимо оккупированных семи районов еще территории бывшие нкао некоторые оказались под азербайджанским контролем город шуша конечно символически важный город это столица карабахского ханства в прошлом и это город который связан с азербайджанской музыкой много известных деятелей культура азербайджана оттуда родом и так далее дальше это ряд территорий гадрутского района мартунинского и мардокерского но в редуцированном виде нкр осталось понятно что такого государства нет на картах его не признает никто включая армению но инфраструктура вот этого де-факто не признава образования да она есть даже там есть определенные кадровые перемены вот те кто следит за ситуацией наверное узнали что бывший советник президента давид бабаян стал руководителем мид нагорного карабаха понятно что это назначение признается только в рамках этого образования даже в армении повторюсь это не признается но она уже есть то есть какие-то люди занимают какие-то посты делаются определенные заявления ну и кстати вот между прочим многие кто покинул территорию непризнанного образования стали возвращаться да поскольку миротворцы гарантируют безопасность и это создает возможность далеко не у всех есть банальные деньги родственники да в ереване или в российских городах где-то городах армянских чтобы вот все бросить и переехать то есть туда и возникает это самая проблема статуса и разночтение вокруг этой проблемы кстати вот российские лидеры и владимир путин и сергей воров еще давно говорили что проблема статуса она будет решена но ее не стоит форсировать до того как действительно будут залечены раны войны вернуться те же самые беженцы пойдет какое-то конструктивное экономическое развитие разблокирование коммуникаций и вот тогда собственно говоря можно будет к этой проблеме подойти понятно стремление азербайджан этот процесс ускорить поставить уже все точки над и тем более внутри азербайджана есть определенное общественное недовольство до азербайджан это не украина и не грузия с точки зрения скажем публичные политики но тем не менее есть там социальные сети там фейсбук тоже есть определенная трансляция недовольства да вот почему мы не победили полностью почему мы взяли ханкинги как называют степанакирт и так далее есть армянская позиция которая говорит ну хорошо но давайте определим наш некий особый статус и даже если следовать логике что это территория азербайджана да в таковом качестве она признается на международном уровне но она не такая как все другие вот это редуцированная территория карабаха она отличается по многим параметрам мы не говорим сейчас плохо это или хорошо но отличается там от гянджи допустим или тратера или там линкарани и других азербайджанских городов и территорий то есть понятно что здесь решение вопроса она будет даже по сравнению с физули или лачином отличным просто в силу так сказать вот армянского населения которое там проживает и так далее то есть вот эти вот проблемы остаются возвращение беженцев тоже ведь по большому счету то еще не начиналось да вот в боку сейчас проходит там анкетирование определяет кто будет возвращаться кто нет но возвращаться пустым местам не будешь тоже нужна инфраструктура какие-то дома квартиры возможность работать вы не можете бросить все в боку допустим или в каком-то другом городе сняться с места и уехать это будет но фактически повторение беженской судьбы только на выбор поэтому вот эти вопросы есть и надо понимать что закрыта одна страница конфликта но в общем-то ситуация это продолжается и решение в общем-то находится в поиске сергей большое спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий с новым годом мы с вами не виделись с того момента как новый год наступил михаил спасибо большое за приглашение за ваше поздравление я со своей стороны до в порядке лаверды тоже вас поздравляю с наступившим новым годом надеюсь что он будет хотя бы чуть чуть более удачливы более мирно чем предыдущий присоединяюсь на этом все напомню что с нами на связи из москвы был российский политолог сергей маркедонов всего доброго ваше поздравление ваше поздравление